Закон об оружии Уже вот они у нас стучатся в дверь Последствия таковы А ситуация собственно вот в чем Нам написал комментарий Наш постоянный зритель, наш подписчик Вы знаете, я вот его комментарий прочитал Я проникся, да, я просто понял Сколько в нем на самом деле Ну какой-то обиды, да На сложившуюся ситуацию На систему Объясняю ситуацию Человек, взрослый, мужчина Владелец оружия, имеет оружие ограниченного поражения Гладкоствольное оружие, нарезное оружие Коллекционку И вот он после вступления в силу поправок Обращается в свои Органы разрешительной системы Росгвардии за получением Лицензии на приобретение Гладкоствольного оружия И что же он получает? Он получает отказ Человек, у которого есть травмат Гладкий Нарезной, получает отказ Ну что, начали детально вникать Сложившуюся ситуацию В итоге выясняется У человека в далеком 2002 году И далеком 2003 году То есть 19 и 20 лет назад Были приводы в правоохранительные органы По которым принято решение суда То есть нам хулиганка была Ну как говорится, с кем не бывает Решение суда были штраф И исправ работы А что такое решение суда? А по факту решение суда Это, друзья мои, судимость Ну а согласно поправкам В закон об оружии Которые вступили в силу у нас С 29 июня этого года Гражданину Отказывается в выдаче лицензии На приобретение оружия Если он имеет две и более судимости И не важно по каким статьям Эти судимости Ну казалось бы тут Да, ну вот 20 лет назад У человека уже есть оружие Нарезное, гладкоствольное Травматическое И он получает отказ Ну вот вроде Ну глупость ведь, конечно Да, вот согласитесь Да, я согласен, что Две судимости Два года подряд Это, конечно, характеризует Человека как склонного К совершению правонарушений Но это было 20 лет назад И государство ему уже доверило оружие Да, закон обратной силы не имеет Я проконсультировался со специалистами Росгвардии На что мне пояснили Гражданину отказывается В получении лицензии На право приобретения оружия Согласно вот этим поправкам Но Закон обратной силы не имеет Имеющееся у него На законных основаниях оружие Остается у него И Отобрать его Никто не вправе Но и Выдать они не могут Вот такая вот Ситуация сложилась На мой вопрос Сможет ли гражданин продлить Да Разрешение на хранение И ношение имеющегося оружия Вопрос однозначный Да, сможет И оружием этим он будет владеть Но новое Не получит Вот такая вот ситуация Вот хоть стой, хоть падай Да Такой вот юридический коллапс Юридический тупик А что же делать, друзья В итоге В сложившейся ситуации Нашему зрителю К сожалению Должен констатировать Что ничего Остается ему только Быть законопослушным Гражданином Соблюдать закон Не допускать Административных Правонарушений Не допускать Обстоятельств Да По которым возникнет Такая возможность Изъять у него Имеющееся на законных Основаниях оружие То есть Необходимо быть Добропорядочным Законопослушным Гражданином С целью Сохранить свое Оружие Чего мы ему Собственно и желаем Друзья мои Вот на самом деле Мое личное мнение Что большинство Принятых поправок Они все таки Никаким образом Скорее всего Не повлияют На криминогенную Ситуацию В обществе На ситуацию Связанную С незаконным Применением оружия Очень маловероятно Но по моему мнению Все таки Законодатель Таким образом Пытался Отодвинуть От владения Оружием Отстранить Случайных людей Вот что я бы хотел сказать Для того чтобы Случайные люди Не завладели Оружием Я думаю что Нет здесь Каких то таких Скрытых Тайных целей Изъять оружие Мне в комментариях Пишут Власть боится Переворотов Да никто ничего не боится Друзья мои Если потребуется Я считаю Я уверен Придут Одномоментно Постучат в дверь И вместе с сейфом Все у нас И у вас изымут Если такая ситуация Возникнет И потребуется И спрашивать никто не будет И поправки Никому никакие Не нужны Не будут Поправки все таки Наверное Для того чтобы Да вот попытаться Устроить Да такой Сформировать Фильтр Для случайных Людей Будет это иметь успех Или нет Мы с вами увидим В дальнейшем А пока мы уже увидели К чему это привезло Да такой Коллапс Да Момент неразрешимый Оружие есть Но новое нельзя В комментариях Пожалуйста Напишите Что вы об этом думаете Я все прочитаю На все постараюсь ответить Ваше мнение Для нас очень важно Ну друзья На этом наверное Мы с вами будем заканчивать Всем спасибо Что смотрели этот ролик Спасибо что смотрите Наш канал Кто не подписан Не забываем подписываться И нажать колокольчик Ведь в самое ближайшее время Мы с вами еще Обсудим один Очень интересный момент Мы поговорим с вами о том За что же все-таки Чаще всего Владельцев оружия Лишают оружие И за что Чаще всего Владельцы оружия Привлекаются К административной Ответственности По оружейной линии Мы все боимся Поправок Каких-то Надуманных Да Оснований А мы с вами поговорим За что Конкретно Чаще всего Страдают Владельцы оружия Все друзья мои Все на этом Все Рад что вы были с нами Пишите свои комментарии Все прочитаю На что успею ответить Обязательно на все отвечу Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok